Девушки отдыхают 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 Такой интересный у нас будет персонаж. Поехали. Загрузка. В 1970 году отношение СССР с Западом сильно накалилось, что привело к полномасштабному Армагеддону. В 1986 году война была быстрой, разрушительной и жестокой. То, что человечество выжило, уже само по себе можно считать чудом. Прошло 19 лет и наступил 2005 год. Обе некогда Великие Империи и их союзники теперь лежат в руинах. Однако на этих руинах поднимают голову новые цивилизации. Эта история происходит на небольшом кусочке земли на юге бывшего СССР. Даже учитывая, что то, что саму эту территорию не сильно затронула ядерная бомбардировка в сравнении с более индустриальными районами страны, последствия ощущаются и здесь. Несмотря на то, что в пустошах есть некое подобие централизованного правительства, торговые пути и даже свои телевидения, эта земля все равно страдает от голода, болезней и преступности, радиации и, если верить слухам, ужасных мутирующихся монстров. Вы член секретной организации «Атом», созданный еще во времена СССР. Главная задача вашей организации – сбор, восстановление и посильное внедрение старых новых технологий, а в идеале полное возвращение до военного уровня жизни. Именно поэтому «Атом» отправляется в пустоши поисковой экспедиции. Недавно одна такая экспедиция под руководством генерала Морозова перестала выходить на связь с главной базой. Человеческий ресурс ценен, поэтому стандартные процедуры в таких ситуациях отправят на проведение расследования одного из трех молодых оперативников или оперативниц. В этот раз для выполнения этой миссии выбрали вас. Вам известно, что отряд генерала Морозова отправился изучить таинственный довоенный бункер. Бункер 317. Прикиньте, все как в Фоллауте. А вот чего вы не знаете, так это точное расположение этого места. Только что этот бункер находится недалеко от деревеньки Отрадное. Хороший старт на самом деле. Смотрите, куда же подевалась экспедиция генерала Морозова. Обалдеть, это же все как в Фоллауте, ребята. Прикиньте, все как в Фоллауте. Ё-моё. Погодите, что это за шорох в кустах? Офигеть, это реально Фоллаут. Опа-на, здорово, мужики. А что-то пошло не так? Из неровных пляшущих перед вами костров теней материализуются крепко сложные темневолосые мужчины лет 30, одетые в засаленную униформу цвета хаки. Опа-па, да ты, товарищ, прямо будто с обложкой старого журнала слез. Не помешало? Мужчина останавливается перед вами и потирает руки, будто бы для согрева. Или для демонстрации внушительного кастета, надетого на его левую руку. Турист-походник не иначе. Турист-палаточка такая чистая, шматьё, нелатанная. Ахабара? У-у-у-у-у. Мужчина приветствует его взглядом, быстро приходится по всем вашим пожиткам. Не тяжело добра столько на себе таскать? Лицо незнакомца неожиданно расплывается в зловещей улыбке. А то мы с пацанами бы помогли. Ну и не бесплатно, конечно, но за вполне приемлемую сумму. Что скажешь, старичок? Вы замечаете ещё четыре фигуры, надёжно укрытые ночной темнотой. И если до этого у вас могли остаться какие-то сомнения, то теперь всё становится до боли понятным. Вас собираются ограбить. Давайте попробуем общение. Слушай, я согласен, делиться нужно, но у меня тут только самое необходимое для выживания. Будь человеком, оставь меня в покое. Мужчина добродушно улыбается и подмигивает вам. Успех, прикиньте, прокатило! Я же качался. Не боись, салага, солдат, ребёнка не обидит. Сейчас глянем, что у тебя тут за вещички. Может, всё и не заберём. А ты пока полежи, отдохни. Хорошо? В смысле? Хватаем хвабар, мужики. У нас сегодня неплохой лов. Эй, я не понял. Нормально, меня просто раздели. Хотя, скорее всего, не важно, как бы я ответил. Ох, моя голова, сволочь, они всё забрали. Или не всё? Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, что? Что-то мы подняли. А ничего не подсвечивается, прикиньте, да? А я могу здесь что-то сохраниться. У-у-у, как в старые добрые времена можно сохраняться. Карта у нас есть, где отдыхать. Понятно, всё то же самое. Класс, но это прокачка. Так, давай посмотрим, что в палатке есть. Палатку можно смотреть. Так, прицельный удар рукой. Это удар ногой, удар рукой. Всё то же самое. Здесь мы подобрали, что? Пустая армейская фляжка. Пускай все, да, будут снаряги, ремесло, эксперимент. Вот нифига себе здесь сколько можно всего мутить. Просто я просто в шоке на самом деле. Сколько здесь есть всего. Только флягу что ли оставили? Прикольные пацаны. Тачка здесь какая-то стоит. Дома. Причём, знаете, дома сожгли нафиг. Кирпич нельзя брать, к сожалению, нет. Так, ну чё, я думаю, тогда нам пора выходить отсюда. Кустики. Кустики тоже нельзя брать. Ну, тогда уходим из нашей зоны. Лоу. Это такой Fallout 1, только от русского разработчика, что ли, я так понимаю. Называется Atom. Загрузка. Итак, проведя весь день в пути, к вечеру вы начинаете замечать следы человечества. Небольшое поле, пастбище и, наконец, деревянный указатель с пулевыми отверстиями в нём. Название отрадное, но указатель подтверждает, что вы на правильном пути. Уже наступила ночь, когда вы подошли ко входу в небольшую скромную деревушку. Здесь вы можете закупиться припасами, заработать немного денег и, самое важное, узнать, где находится бункер 317. Давайте пройдём дом. Здорово. Стой, кто идёт? Вы видите крепкого мужчину лет 30-ти в протёртой довоенной куртке с внушительным стволом в руках. Всё в её взгляде и манере держаться выдаёт в нём славного парня, который не прочь было бы перекинуться парой слов со случайным путником. Он менталично пожёвывает соломинку, однако при виде вас оживляется. Физкульт, привет, товарищ. Привет-привет от старых штиблет. Мужчина хмыкает и сплёвывает соломинку. Он демонстративно убирает руки с автомата. И тот отстаёт, и тот остаётся висеть на самодельном кожаном ремне, смутит собака. Вот и поздоровались, меня зовут Ян. И я охраняю эти ворота в деревне, есть не секрет, какова цель твоего визита? Ммм, слышал про вашу деревню, и вот решил посетить. А что, наша деревня такая известная, я и не знал. Ну, приятно слышать, интересно, а я чем-то могу тебе помочь? Ну, я бы мог задать тебе пару-тройку вопросов, задавай, попробуй ответить. Так, что тут у вас, через деревню не проходил военный отряд? Интересно, что ты спросил. Как раз на Медне проходил один отряд, ну не знаю, военный, не военный, но мужики были серьёзные. Выпоровка армейская, всё с хорошим оружием, вроде даже в какой-то никакой неформе. Короче, серьёзные ребята. Они купили у нас немного воды, отдохнули денёк за стенами и пошли дальше. Я разговаривал со самым молодым там парнем, и он мне сказал, что они в руины. Тут неподалёку экспедицию строили, видать, остатки хабара довоенного ищут. Но бог им в помощь, они мне нормальными ребятами показались. А ты можешь мне показать, где эти руины находятся. Ян берёт вашу карту и хорошенько её осмотрев, чертит на ней уголком крестик. Ещё раз критически осмотрев карту, он передаёт её вам обратно. А вот тут, смотри, не близко и недалеко. Спасибо, можно задать тебе ещё вопрос? Так, есть ли у вас тут работа? Работа, пожалуй, найдётся. У нас механик пропал, стеблёв его фамилии. Он вообще выпить любит иногда, в запой уходит. Но сейчас что-то больно долго, его нет. А ведь в последний раз, когда его видели, ходил, уже нетрезвый и хвалился, что скоро станет. Не поверишь, миллионером. А теперь пропал. Может, миллион свой заработал и сбежал? Может и так, да вот только как он его заработал. Мутная история, конечно. Я... Пожимает плечами и насторожно сматривается вдаль. Затем он снова поворачивается к вам. Так или иначе, рукастый мужик теперь пригодится. Это точно. Так, может ещё какая-то работёнка есть? Ну, может, в Харчевне поспрашивают. Там брат и сестра заправляют. Васька и Катя Реченко. Может, кто и селян? Батраков ищут? Не знаю. Понятно. Можно ещё тогда вопрос? Так. Слышал какие-нибудь вообще слухи? Мне как-то один прохожий рассказал, что где-то в Кустышах есть заброшенный. Пионерлагерь. Вот только он не заброшенный. Где живут там отечавшие пионеры, которые людей жрут и дьяволу поклоняются. И ещё он добавил, что на самом деле никакие это не пионеры, даже охрен пойми что. Твари какие-то. Детскую одежду нацепившие. И наши повадки копирующие. По мне, так это первостатейный бред. А так, ничего особо интересного не слышал. Ты, может, кого-то другого поспрашивай. А то я за слухами, честно говоря, не слежу. Справедливо. Я хочу узнать кое-что ещё. Так. Расскажи мне о вашей деревне. Что ты хочешь знать? Мне нужно купить оружие. Есть ли у вас в деревне кто-нибудь торгует? Только деревенский оружейник. Торговец Яшин. Если хочешь мое мнение, мужик он нормальный. Но ещё тот Хапуга. Настоящий капиталист. Впрочем, он нехилые налоги платит. Но и нам охраняя оружием помогает иногда. Ты зайди к нему, даже если покупать нечего не надумаешь. Он у нас там давно. А, совсем не так давно. Но явно человек городской, советский. Ему приятно будет спутниками перетереть. А то мосём его лавка прямо за воротами слева. Ясненько? Ну давай, бывай. Ох, нормально мы с ним тут пообщались. Минут так на пять залипли в диалоги. Давай глянем, что у вас здесь есть. Здорово. Так, перед вами стоит худой мужчина среднего возраста. И его костистое лицо озаряется немного наигранной улыбкой. Когда он замечает вас. Доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию стволы на любой вкус. Довоенные, будто только со станка. Ружьи, винтовки, пистолеты. От лучших мастеров пустошей. Всё оружие высочайшего качества. Если взорвётся у вас в руках, смело просите деньги обратно. Слушай, Бартер, как насчёт скидки? Прошу прощения, но у меня и так самые лучшие цены в окрестностях. Если вы не хотите покупать, то не покупайте. Но снижать их больше я не намерен. Жаль, жаль, жаль. Но попытаться стоило. Так. Хочу прицениться к твоим товарам. Ё-моё, у него тут Макаров. Деньги. 9 метров патрики. Консервы. И всё по бомбосам. Могу пустую консерву слит. 9 рублей она стоит и больше. По идее... О, нож за 83. Может быть, больше ничего нет. Так, хотел бы задеть несколько вопросов. Ну-ка. Так, слушаю. Чем живёт деревня? Слышал последние слухи. У меня родственник карваны водит от самого красного партизана и до хрущёвской ценины. Так он рассказал, что в заброшенном академгородке, которые там на пути какие-то странные аномалии появились, мол, если там заночевать, то всю ночь кошмары будут сниться. На верхних этажах из окон зелёный свет идёт. Голоса людям слышатся. И это ещё не самое страшное, что там творится. Рассказал, что у его карване был один паренёк-работник. И вот подходит он как-то к моему родичу и говорит, мол, то да сё. Его приятель зовёт в подвал какой-то спуститься. Вроде как нашёл он там запас довоенных консервов. Но родственник дал добро и забыл. Они лагерем тогда встали, а вечером смотрят. Нет, парня? Пропал. Спустились в тот подвал, а там только свежая лужа крови и сё. Причём тот приятель, который этого якобы туда позвал, весь день в лагере был. И ни сном, ни духом. Одни думают, что в академгородке нечистой силы завелась, другие, что гости из созвездия Альдебарана. А я думаю, что это лишняя причина купить хорошее оружие. Кто бы мог сомниматься? Подозрительно всё это. Так, поехали. Чё у вас здесь? Дайте мне задание, я, наверное, пойду дальше. О, здорово! Перед вами стоит пожилой мужчина в стареньком, но чистом, отлаженном кителе. На вид ему лет 60, однако он нередкость хорошо сохранился. Для жителей пустоши. Так что настоящий возраст может быть даже 70 лет. Суровое лицо мужчины украшает щёточкой седых усов. Чё вам, товарищ? Можно я задам вам пару вопросов? Я очень занят, поговорите с кем-нибудь в деревне. Мужчина отворачивается от вас, явно давая понять, что разговор окончен. Ну и пошёл ты в баню. Слушай, а если я бы тук с водой... Эй! Мы не любим воров в этих краях. Сори. Сори, братан. Перед вами стоит немолодой мужичок. Уже человек со старенькой винтовкой. В мозолистых руках мужчина с лёгким любопытством смотрит на вас, но никак не иначе не определяет заинтересованность. Доброго. Можно задать пару вопросов. Здорово, здорово. Давай я попробую ответить. Чё охраняем-то? Это городская казна. Тут мы храним собранные налоги, которые потом пускаем на общий нужный. Если у тебя появились какие-то мыслишки, не советую их воплощать. Я, может, и пожилой, но ещё очень неплохо стреляю. Не волнуйся. Можно я задам ещё вопрос? Так, что нового в деревне? Ничего, всё хорошо, нормально. С нашим председателем мне приходится тужить. Он хороший мужик, я в него верю. Да и вся деревня в него верит. А как иначе, только на вере держимся. Но так всё хорошо, конечно, нормально. Понятно? Короче, здесь можно у них воровать. О, подожди, там ещё кто-то есть внизу. А туда нельзя пройти, да? Подожди, а если я такой вот хоп... Ну-ка, ну-ка, стой. То есть хотите сказать, что я могу просто сейчас попробовать обокрасть? Такой чик, закрыто. Понял? Понял, сорян, пацаны. Больше не буду так делать. Так, а что у нас по карте? Карту открываем. Что это у нас? О-о-о, перед вами стоит пухлый, розовощёкий мужчина леток этак 25. Он одет в белую майку и довольно короткие спортивные шорты. Его лицо украшает относительно аккуратная борода. В руках он держит не менее относительно чистое плотенце, которым периодически отмахивается от назойливых мух. При виде вас мужчина широко улыбается. О, посетитель, добро пожаловать, Харчевни. Ваш брат-путник что-то зачистил к нам. Да не так давно через наше село проходил целый вооружённый отряд в этих местах от мужиков с огнестрелом. Добра не жди, но эти ребята выглядят относительно прилично. Прям будто настоящие военные. Ну-ка с этого момента поподробнее. Да ничего особого рассказывать. Они не из разговорчивых были. Вроде наш председатель пытался с ним о чём-то договориться. Но те просто взяли и ушли. Видимо не вышло у него. Они больше с охранником на главных воротах общались. Его Ян зовут. Если интересно что-то узнать про тех ребят, не буду спрашивать, зачем тебе это. С ним лучше поговори. Так, а вообще может быть чего выпить, закусить? У вас есть какая-нибудь работёнка? Знаешь, это не ко мне. Это тебе лучше с моей сестрой поговорить. А человек простой. Пивка там с мопального или самогоночки путнику продать. Так, за милую душу. Что по дому сделать? Ну, лампочку крутить или табуретку сварганить. Зови меня. Но по более серьёзному вопросу нужно к Катике обращаться. Она у нас сельский активист. Он задумчиво смотрит на молодую девушку, которая с головой ушла в какие-то расчёты и кажется совершенно не замечать, что происходит вокруг. Только она занята сейчас. Кредиты с дебитами вычисляет. А когда Катька занята, скажу по личному опыту, оторвать её очень сложно. О, придумал. Она знает, что любит. Делать всякие настойки, самогоны и прочее. Шут знает, откуда у неё такая тяга. Конечно. Да и неважно, смотри, как тебе стоит поступить. Подойди к ней и скажи, что я тебе послал её последнюю настойку продегустировать. Выпьешь и заодно и дела обсудите. Хитро? Я полагаю, что вполне себе. Ну, спасибо за совет. Так. Давай посмотрим на ваше меню. Чё у тебя бухло? Довоенная водка, мясо, штыки, шапка, кепка. Дофига, короче всего. Так, спасибо. Тогда я пойду? Ну, давай. Бывай. Я вижу, что ты путешествуешь много. Может, ещё будешь в городе? Принес бы мне её. За неё уже заплачен. Да и я тебе за труды подкину. Чё? Ну как? Ну, договорились. Супер, спасибо. Бармен потягивает вам небольшой квадратик из плотной бумаги. На нём ровным почерком введено. Хозяин этого документа, Радченко ВВА, или его официальный представитель, имеет право получить книгу «Повесть о кольце». Тррррррр. По предъявлению этой росписи подписьми. Офигеть. Будем книгами сейчас ещё и обмениваться. Перед вами стоит молодая девушка, которая сосредоточенно записывает что-то в большую пожелтевшую тетрадь с надписью «Бухучёт». Она явно с головой ушла в это своё занятие и даже не замечает вас. «Привет, меня твой брат к тебе направил. Сказал, что ты можешь мне налить в рюмках дегустации какую-то новенькую настойку». Девушка оторвается от своего занятия и смотрит на вас с непониманием. Сперва она просто моргает, но затем улыбается и засовывает огрызы карандаша, которым она ведёт свои записи на ухо. Вот оно как. Это очень в тему. Уверена, что такого тебе ещё не приходилось пробовать. Это новый рецепт настойки. Точнее старый, но давным-давно забытый. Не томи уже, интересно попробовать. Девушка кивает и жестом показывая вам подождать, отходит в тёмный прохладный угол харчевни. Возвращается она уже с бутылкой, сделанной из красноватой глины. На бутылке нет никаких маркировок, кроме насарапанных букв «ХХХ». Вот, пей до дна. Вы делаете осторожный глоток, у напитка странный, немного пикантный привкус с лёгкой горчинкой. Вы вздрагиваете и отдаёте бутылку обратно девушке. Особого опьянения пока не чувствуется. Нет даже небольшого головокружения. Вы поджимаете плечами и снова берёте бутылку. Ещё пара глотков ведь не повредит. Теперь у вас начинается немного кружиться голова. Ничего особого страшного. По крайней мере, вы всё ещё ощущаете свои конечности. Чувствуете, как они стелятся по воздуху, будто он воздух плотный. Подобно воде, во рту начинает немного сушить. И чтобы окончательно не засохнуть, вы решаете промочить горло ещё одним глотком на стойке. А вот куда-то издалека вы слышите голос девушки. «Ой, лучше не надо. Поздно вы уже выпили». Мир вокруг вас застыл, вы тоже застыли, однако ваши мысли работают, как вам кажется, с необыкновенной скоростью и ясностью. Что я здесь делаю? Почему? Почему я нахожусь здесь? Зачем выпил эту дрянь? Зачем? Звук собственных мыслей кажется вам отголосками далёкой грозы. Однако с каждой секундой она приближается. И вы понимаете, что-то, что вы изначально приняли за гром – это шаги. Из густого тумана к вам подходит генерал Морозов. «Ищешь меня?» – спрашивает он. И голос его подобен тысячи голосов. «Вы не можете ответить. Вы немели. Ищешь меня?» Утвердительно говорит Морозов и берёт вас за обезвольную руку. «Пошли». Вы берёте через густой сизый туман. Морозов впереди, вы покорно позади. Генерал уверенно прокладывает путь, и вам остаётся только плестись за ним. Наконец-то туман распускается, и перед вами стоит фантастическая картина. Грибы. Невероятно безграничный, запредельный лес из гигантских грибов. Их ножки, скорее стволы, подобны самым толстым дубам, а шапочки, большие, похожие на кроны, закрывают небо, словно своеобразные зонтики. Тем временем генерал продолжает вести вас. Поход через удивительный грибной лес заканчивается внезапно. Перед вами стоит гигантский, даже по местным меркам, гриб. Настоящий исполин. Это бог. Слышите вы голос Морозова? Самого генерала, при этом уже нет поблизости, он говорит. Из-за вашей головы, вашим ртом. Вы и есть генерал Морозов. Внезапно земля начинает грохотать, и вы с трудом удерживаетесь на ногах. Это похоже на землетрясение. Когда тряска заканчивается, вы поднимаете свой взгляд на грибного гиганта, и душераздирающий крик разлетается на мил вокруг. На миле вокруг у гриба гигантское человеческое лицо. Преклонись, говорит гриб, и вы падаете без чувств. Что, блядь? Вы отключились и проспали на количество часов. По пробуждению вы совершенно не ощущаете головной боли, да и других признаков похмелья. Что за хуень? Живой Васька, он живой. Девушка озабоченно смотрит на вас и легонько придерживает, чтобы вы не упали на пол. Впрочем, странное состояние, в которое вы попали, сходит довольно быстро, и вы уже чувствуете себя достаточно и устойчиво. Бармен тихонько, чертыхаясь, вытирает пот со лба. Как ты себя чувствуешь? Что это была за дрянь? Прости, прости, это моя последняя настойка, только блин, вот я дура. Перестаралась с отваром, прости, стыдеба-то ты какая. Чуть не угробила мужика. Ладно, проехали. Девушка облегченно вздыхает и улыбается вам. Мы за твоими вещами проследили, пока ты спал, можешь проверить. И действительно, краткая инспекция ваших пожитков выявляет, что вас никто даже не обокрал. Видимо, чудеса случаются. Все ведь по дедушкиным записям готовила бабушка, после его смерти сохранила рецепты, им уже не один десятых лет, задумчиво произнесла девушка. Никому конкретно не обращаясь. Ладно, давай поговорим, надо проверить, как у тебя речевой аппарат работает. И то и правда, можно дать тебе пару вопросов? Слушаю. Так, я сам ищу работу. Работа всем нужна, но боюсь, это не ко мне. Я бы тебе могла, товарищу Ковалеву, направить. Председатель нашего, у него всегда какое-нибудь дело найти можно. Но у нас человеком большим считается. И поручения у него ответственные. Первого встречного поперечного к нему отправлять как-то непрофессионально. Не знаю даже, может быть, если бы ты мне с чем-нибудь помог по мелочи, чтобы я знал, что тебе доверять можно. А с чем тебе я могу помочь, если вкратце? Так, ой, ну это неудобно даже как-то. В общем, мухоморов собрать нужно. А руки не доходят. Да и не мое это дело. Фуражирование. Там тебе и грязь, и твари кусачи иногда подбираются. Может, выручишь бы ты меня? Собрал бы мухоморов, достаточно пять набрать. Это тут, недалеко, сразу за забором. Возьмешься? Так, общение. Слушай, может, давай мы пропустим всю эту часть с грибами и сразу перейдем к делу? А то я человек серьезный, занятой. Хорошо. Ну ладно, ладно, соберу эти грибы, буду ждать. Вот, в общем-то, ребят, вот такой вот у нас получился Fallout. Я считаю, что для первого взгляда достаточно. Но вы напишите в комментарии, стоит ли продолжить играть в эту игру. Я думаю, что если потратить на нее какое-то иное прохождение, то здесь выйдет, наверное, на, знаете, наверное, на серии 100. Но здесь вообще, по идее, все практически с Fallout. Ладно, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, напишите, что вы думаете по поводу этой игры. Всем пока-пока.